Приветствую тебя, дорогой зритель, и на этот раз я хочу познакомить тебя с действительно необычным каналом. На канале Сухо автор проходит такую замечательную стратегическую игру, как Цезарь 3. Это действительно довольно старенькая игра, но меж тем она подкупает своей атмосферой. Хоть игра уже давно и не новая, но это единственный в своем роде градосимулятор в античном мире, у которого фактически нет конкурентов. Поэтому контент довольно-таки годный и редкий. Я всячески рекомендую вам подписаться на канал Сухо, ибо смотреть за его прохождением Цезарь 3 довольно интересно и любопытно. Всем заинтересованным ссылка на канал в описании под видео. Браслов в засаде удачно засел. Кто-то из лонгобардов на пенек сел, а косарь не отдал. И теперь Браслов будет выбивать из него всю душу, чтобы косарь этот он отдал. Итак, собственно говоря, рад вас приветствовать. Это очередная серия по Венедам. А в данной серии мы наконец-таки должны прищучить, прихлопнуть этих ненавистных лонгобардов, на которых мы охотились всю предыдущую серию. И наконец-таки под конец мы их все-таки дожали. Дожали. Ждем подкрепления. Так, отлично, отлично, отлично. Ребята приходят. Как раз очень кстати. Да, и несмотря на то, что в принципе много нервов они нам потрепали, потому что долгое время мы не могли их поймать. Тем не менее, в прошлой серии очень хорошо все закончилось тем, что мы наконец-таки взяли Ромулу. Это очень важный город. Стратегически важный город, который нам дает, соответственно, железо, ценный материал, который нам нужен для воздвижения начальной постройки, да, тотема, который дает нам малую победу. Поэтому теперь я, в принципе, спокоен за свое развитие, да, за то, что мы уже малую победу точно получим. Так, ну и что? В принципе, деревянные люди на подходе. Давайте сделать тактическое окружение. Ромин спит. Так. Дусан. Дусан пока не трогаем. Так, отлично. Значит, вот эти ребята пока будут идти по лесу. Да, они пойдут по лесу. Пока что вот так вот. И выйдут снизин. Бежите, что ли, чего я? Так, чё-то как-то странно. Чё вы не бежите-то? На, всё, попёрли. Чё-то немного, ну, бывает, да, немного тупанули парни, но ничего. Ничего страшного. Так, тем временем, тем временем. Стрелки-лучники тоже потихоньку выдвигаетесь. Пока что. На, передовые. Будете прикрывать первые ряды. И такое сейчас колечко мы создадим. Колечко на память, колечко. Так, дусанчик. Тоже пока что в леса идем. Ты ещё пригодишься нам. Так, и пока подходим нашими силами. Желательно, конечно, нам с высоты подойти. Ну, что, получить преимущество. Так, давайте выходим потихоньку. Заодно сейчас просканируем, собственно говоря, местность конницы нашей наёмной. Германский отряд сейчас посмотрит, что у нас тут. Так, тем временем. Да, уже порядком устали, ребятки, но ещё. Сейчас немного переведёте дух и пойдём далее. Я не могу идти дальше. У тебя нет выбора. Выходи! Выходи! Такс. Конница показывает то, что... Угу. Получается, справа фланга ещё у нас прачники. Так, чё у нас ещё есть? Давайте пораспутим. Так. К князине уже большая честь армии подошла. Так. Угу. Ух. Сколько вас много-то оказывается, ребятки. Да, лучников действительно дохрена, поэтому надо сейчас ждать. Собственно говоря, да, подходы вот снизу, с низины. И, знаете что, давайте сразу, наверное, выходить вперёд. Особо сейчас не задерживаться тут. Так, отходим. Пока что по-добру, по-здорову. Так. И выходим на передовые. Сразу со всех сторон, короче говоря, в принципе, да, нам тоже хватает, соответственно, стрелков, да, для того, чтобы их окружить полностью. Надо сейчас только тогда поставить им тут охрану, да, из пехоты соответствующую. Ну, короче говоря, можно вполне реально сейчас с минимальными потерями, на самом деле, зарешать. Пока что потихоньку... Потихоньку ожидаем, пока капкан замкнётся. Единственное, чё, да, у них, конечно, преимущество в том, что они находятся на высоте, у них есть высота, мы пойдём снизу. У них, конечно, дальность и глубина, глубина атаки будет больше, и угол тоже. Ну, чё-нибудь придумаем сейчас. У нас есть чуваки с отравленными стрелами, тоже это довольно ценные ребятки. Так, ну всё, они уже не стали ждать. Пошли уже. В атаку, пацаны. Ну, ладно, окей. Собственно говоря, тогда пойдёт ответный удар. Так, давайте быстрее, ребят. Так, всё, пошли, ядовитые стрелы. Отлично. Так, не забываем ставить сейчас пехотку. Так, выносим, выносим этих ребят. Вносим также наёмный германский конный отряд. Так, всё, ребята бегут. Обстреливаем, обстреливаем, обстреливаем. Кто бежит? А, ну понятно, эти-то... Эти-то понятно всё с ними. Стоять нахуй. Так, на переход. Так, ну что, всё-таки сделайте, Махач. Сделайте замес, как вы думаете. Я думаю, да, не стоит ждать. Так, всё, минус. Нихрена себе, чё-то наших повыбивали. Смотрите как. Люди сломлены и пытаются спастись бегством. Ладно, короче, они тут все и так отравлены, поэтому... Всё, бежим. Так, ну отлично, в принципе, мы их уже выкосили. Выкосили их лучников, они потихоньку уже сейчас будут умирать от яды. Так, и сейчас их по полной того. Обходим, обходим, обходим. Ха-да-ху-да. Так, расстреливаем пока что пикинеров. Блин, обалдеть. Блин, каких-то бомжей не смогли захерачить. Так, ну ничего, зато сейчас варено, соответственно. Сейчас после хорошего конного раша, сейчас от него уже ничего не останется. Как я и ожидал. Бесстрашный вождь сейчас погибнет. Так, в принципе, всё, вы можете уже бечь отсюда. Отлично. Так, ну даунки, Болистка Ригана, Болистка Ригана. Так, и нам, по сути, своя, да, осталось только вот добить германских пикинеров. Знаете, пикинеров, на пикинеров, это будет довольно забавно смотреть за этим. Запасов не осталось, кораблю нечем стрелять. Ну и всё. Победа. Всё, последние дни лонгобардов, наконец-то, наконец-то. Так, ну наши славянские лучники, в принципе, в целости и сохранности, да. Конечно, тоже есть тут покоцанные пацаны, но, тем не менее, всё вполне более-менее нормально, да. Даже вот Браслов немного повоевал. Ну всё, это всё, что осталось от лонгобардов, соответственно. Убийцы коней. Ну-ка, знаете, очень забавно сейчас посмотреть, как конники убивают убийц коней. Это просто 10 из 10, что ещё тут сказать. Давайте на этих ребят. Перейдём. Как на самых многочисленных, да, пикинеров. Отлично. И, соответственно, давайте ещё германских метателей добивать, и всё. На этом. Ух, наконец-то, наконец-то я вас добил. Сучка таких. Так, ну тут однозначно, я думаю, уже никто в живых не останется. Так, и, по сути, с вою, у лонгобардов только одна армия, да, осталась из одного, соответственно, полководца, там, на севере где-то. Но я думаю, Дороговит с ним разберётся. Всё, наконец-то они погибли в наших лесах под Белзом, да. Замечательно. Даже под Будоргесом получается. Это всё-таки территория, область Будоргеса именно. Так, и Браслов у нас теперь получает плюшки. Получает он, конечно же, повышение. Да, давайте общественный порядок сразу. Чтоб этим персонажам было, ну, лучше поддерживать. Так, о, стоимость содержания для пехоты ближнего боя как раз очень понадобится. И доспехи. Так, давайте теперь... Так, боевой дух при атаке, если... Ну, давайте в командира пехоты. Так, всё, спасибо наёмникам. В очередной раз говорим мы... Ну, в ваших, соответственно, уже услугах мы более не нуждаемся. А Браслов у нас пойдёт обратно в Белз. Там нести вахту. Теперь же... Теперь же... Теперь же... Так, теперь же давайте посмотрим, соответственно, звезданам ситуацию, что у нас вот тут вот южнее, соответственно говоря, наших северных границ, где-то... Пережидает, соответственно, последний оставшийся вождь. В Будоргесе тоже всё... Вот свинья. Всё, порушили бренгады. Где тут, короче говоря, последняя армия лонгобардов находится? Так. Венецкие пастбища... А хрен ли тут, я не понял. Так, ну, давайте тоже перестроим. На Венецкие поля пусть будет. Что у вас будет? Угу. Так, стоп. Они тут с вами... Тут ещё одна армия у них есть, да, получается? Под предварительством самого этого Альфберна. Вот они уже от нас далеко ушли. Но где-то здесь, в Германии, да? Либо в Германии, либо в Герцине. Ещё одна армия у них тут с вами. Их надо добить однозначно будет. Так, гуд. В принципе, всё более-менее гуд. Но не стоит забывать вот про этих пацанов сейчас. Так, что у вас тут? Так, давай, авторитеты и рвения. Ну, чё ж у них вот так вот далеко прямо ходят? Я вот прям не могу. Гнаться за ними постоянно у меня нет совершенно никакого удовольствия. Но, опять же, денег не хватает сразу на постройку нормальных, скажем так, построек, да, которые дают нам хороший общественный порядок. Так, к сожалению, придётся здесь тоже потратиться на увеличение гарнизона, как я думаю. Такс, ну чё? Чё там в Рюгене? Ладно. Идём обратно пока что. Так, в Хафне скоро будет совсем всё хорошо. Наши убер-оружия будут сделаны. Так, снимаем пока что до сих пор влияние, соответственно, германского язычества. Смотрим, сколько сейчас славянского. 55. Ну, потихоньку растём. Ещё, соответственно, получается 70. Ещё 15, короче, на 15 поднять делений, и всё будет отлично. У нас с вами. Что не можешь не радоваться. Так, увеличиваем общий порядок здесь. Так, Бэлс. Так, разрушаем в Киеве тут у нас разрушенные постройки. Потихоньку наводим, короче говоря, порядок. Так, и соответственно, соответственно, смотрите. Можно будет потихоньку застраивать у нас с вами новые поселения. К примеру, Нитру. И потихоньку продвигаться, получается, западнее. Так, с этой целью, поэтому давайте, да, деревянных людей сейчас отправим вот сюда. Будем расширять своё влияние. Так, и хорошие новости. Через ход у нас будут, будет построена воинская элита, ребят. А это значит, что у нас будет полное, скажем так, перевооружение. Принципиально, скажем так, новые боевые силы мы будем иметь. Переобучиться у нас в очередной раз, ребята, и просто мы будем вообще всех рвать и метать. Хотя, конечно же, опять это всё... Мы столкнёмся с ещё большим содержанием войск. Опять же, к сожалению, с прискорбием надо будет это говорить. Но, тем не менее, уже у нас будет вполне боеспособная армия, которая, в принципе, может потягаться силами с самыми передовыми армиями других народов Европы. Самое главное, со всеми остальными мы, в принципе, пока что не воюем, да, и на нас тоже особо не хотят лезть, ибо понимают, что... Могут огрести по шапке, ребята. Нихера себе. Такс, вот это вот у меня уже как-то не особо радует, на самом деле. Римские сепары, ребята, вы чё? Так, в ампуле с тем временем уже построены соляные копии. Отлично. Да, и воинская элита, наконец-то. Такс, дальше. Так, царская риторика. Сплоченность плюс два, дальность перемещения на карте компании плюс десять. Может быть, пока стоит повременить с этим делом, думаю я. Так, чё ещё мы можем? Так, царская свита. Стандартизация вооружения нам сейчас особо всё равно тоже не нужна будет. Парам-пам-пам, так. Дальний бой, блин, десять тысяч, это надо ещё денег накопить. Да, и в принципе, ну вот принудительная служба, конечно, было бы неплохо, да, численность войск на плюс один. Так, и пополнение плюс один, так что у нас ещё тут? Ну, в принципе, по боевой ветке-то, по сути своей, ну, самое более-менее нам необходимое, это только четвёртая ветка, а до неё пока докачаешься, то пройдёт реально много времени. Вот, словенизация ещё тоже неплохая штука, стоимость содержания сразу на минус пять для всех войск даёт. Так, ну чё, переходим на гражданскую технологию, либо качаем до царской риторики. Хотя, в принципе, бонусы тут не такие уж и крутые, на самом деле. Так, семейные мастерские, чё у нас тут есть? Производственные постройки, у нас не так уж много производственных постройок, а вот культурной постройки у нас и хватает. Хотя, вот под производственными постройками. Ну ладно, давайте царскую свиту пока. Не буду я сейчас уж сильно запариваться насчёт всего этого. Так, ну и посмотрим, чё мы можем прокачать. Кого? Славянских копеечек мы можем ещё больше вкачать и... Ух, ёк, короны бабай. Да, слушайте, по содержанию это влетит в копеечку, я хочу заметить. 172, 267, то есть это получается так, 67... Ух, на сотню, на больше, чем сотню, короче говоря. Её моё. Ещё на 100 содержание увеличится. Так, зато вот можно славянских воителей переучить воителей Перуна. И в принципе... А содержание у них уже как было, так и останется. Так, да, давайте тогда сейчас хотя бы мечников просто воителей Перуна переделаем. Так, Зора. Давай себя так вкачаем. Так, эти ребята. О! Вот топорники норм вообще. Содержание ровным счётом никак не меняется, да? Отличный урон сквозь доспехи, отличная броня. Короче говоря, шикарно, шикарно. Копейщиков пока подождём. Так, ну вот топоры Перуна уже у нас, да? То есть обычные топорники у нас уже теперь нет. Это просто топорники, а топоры Перуна. Ёпт. Чё-то я не понимаю. Почему тут... В чём разница? Почему здесь-то славянские воители 338 содержания? Стоп. Чё-то я не понял. Это чё, какие-то глюки, что ли, были? Я не понял. Ну да, тут было как 163 было, так и осталось. Чё-то странно, короче. Ну ладно, не суть. Блин, 338, нихереть. Вот это, блин, перешли на профессиональную армию, называется. Так, ладно, меня беспокоят вот эти черти. Чё вам надо, короче, на моих территориях. Блин, вас надо забить нахер. Ублюдки, этаковые. Так, ладно, будем держать, скажем так, руку на пульсе. Так, вапули, вапули, вапули. Блин, 2000 центра городка. Опять же, не хватает нам средств. Так, санитари у нас всё нормально. Блин. Опять сейчас. Пойдёт воссание, блин. Ё-моё. 315, охереть. Вот это вот, блин, вы даёте. 204, да. Причём у каждого тут стоимость содержания разная. Блин, 315, ё-моё, на целых 100 золотых. Блин, для моего бюджета это просто неподъёмные деньги. Я хочу заметить. Да, жёстко, жёстко, жёстко. Ну чё поделать. Не, это просто жесть какая-то. 315, обалдеть. Обалдеть просто. Да, хоть и провели мы, блин, реформу улучшения армии, но, блин, толку с этого никакого нет, блин. Это получается, что у славянов вообще сейчас нет дешёвых войск. Как я буду теперь экспансионную политику проводить, блин. Так. Ещё меня волнует вопрос. Всё-таки с этими пацанами чё мы будем делать. Ладно. Короче говоря, нам нужны новые земли. Так. Да, кстати, перестроим давайте здесь. Так, нитро. Ну всё, ждём. Так. Я хотя с ними и не воюю сейчас на данный момент, но, блин, они мне не нравятся, эти сепаратисты. Так, сколько у них территорий? У них две территории, да? Воюют они с гуннами. Так. Отношения с Византией у них более-менее, да, неплохие, улучшаются. То есть, если мы сейчас с ними вступим в конфронтацию, то, соответственно, с Византией у нас тоже будут проблемки. Этого я пока тоже как-то особо не хочу. Так. Ну ладно, чё. Так. Короче, понял я одно. Понял я одно то, что всё, сейчас дальше на экспансию идти смысла никакого нет, потому что всё, надо развиваться, короче говоря, внутри страны. Инфраструктуру дальше. Так, вот они, пацаны, да? Которых надо бы добить. Которых... И до которых никак руки не доходят. Так, ну что же, значит, надо это сделать. Блин, три сто, обалдеть. Давайте, значит, добивайся. Ну, сколько всего просто. У меня прям башка кипит. Реально. Получилось, сделали мы реформу, а толку никакого. Даже, блин, наверное, сейчас ещё хуже себе сделали, блин. Так, эти ублюдки только сейчас могут нанять ещё наёмников себе, ну, понятное дело, сейчас агенты попытаются нам сделать плохо, но... Так, эти уходят. Ладно, хрен с вами. Хотя нет, я вас всё равно настигну, потому что у лонгобардов могут быть лишние деньги, и они сейчас могут отстроить поселение, что нам очень не надо. Вот это вот материковые остатки армии, да, надо их всё равно добить, а лонгобарды, как вы сейчас видели, они пошли в британские острова плыть. Ну, удачи им, конечно, в этом. Что ещё сказать? Но, надеюсь, что у них ничего не получится. Так, и сепры, давайте проваливайтесь, проваливайтесь с наших земель, вас не ждут. Так, кого убили? А, блин, всё-таки убийство получилось. Твою ж мать, а. Да, вот, ублюдки, ещё те. Ну, тогда ставим Дусана, само собой. А, гнев, естественная смерть, Лупфорд. Что ж, хороший был малый, но что поделать. Зато, наконец-таки, в Категаде наняли, построили мы, собственно говоря, зал собраний. И сделали хорошее дело. Всё, теперь тут тихо и спокойно. И можем нанимать новые мы армии, но, сами видите, так, топоры Перуна, славяне с большими щитами. Славянский засадный отряд. Так, вот, ещё пацаны, вот, кстати, теперь получается по деньгам, по деньгам, да, славянский засадный отряд неплохой, и топоры Перуна, Перуна как раз. Вот этих вот ребят можно в засады ставить. Ну, что же, неплохо. Так, куда эти ребят свалили? Понятно. Так, ну чё ж, давайте тоже тогда сейчас лупфурд застроим, соответственно. Колонизируем, короче, не оставим тут нашим славной дружи ни единой новой постройки, да, ещё можно сейчас косурги застроить, и будет вообще отлично. Короче, застраивайся, не хочу. Так, в лупфурде тоже. Блин, по идее, у нас уже столько всего, что у нас деньги, мы должны уже их попы есть, уж извините за выражение, но пока что чё-то как-то всё никак. И в очередной раз, в очередной раз, блин, опять мятежники у, собственно говоря, кориска. В который раз, ребят, в который раз, действительно. Так, ну что, соответственно, всё равно неплохо, неплохо мы повоевали в этот раз, и даже, вот видите, расширили свои границы. Драговиду сейчас 49 лет, уже такой, да, довольно-таки старенький, многое что повидал у нас с вами. Так, лангобарды. Лангобарды, тем временем, как я уже говорил, да, они на пути к большим приключениям, блин, где-то здесь сейчас обитают. Но тут у нас юты-союзники уже осадили Южную Британию, скажем так, целиком и полностью. Поэтому, я думаю, дадут они люлеем, скорее всего. Так, ну а у нас что? У нас, в принципе, всё более-менее нормально, тихо, спокойно. Ну, за исключением кориска, конечно. И потихонечку, помаленечку надо сейчас, нам надо будет, блин, расширять и развивать наше государство уже, наконец-таки, изнутри. Никак всё, не могу я до этого дойти. Моменты. Плюс ко всему, вот эти, блин, мятежники. Чё вы, блин, у нас, чё вы у меня стоите, блин, по одному гадёнышу? Блин, сколько тут? Раз, два, три, четыре. Сейчас, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, короче, потенциальных отрядов могут быть полностыковых. Я бы, конечно, бы сейчас дал люлей, но, блин, я не хочу сейчас просто особо связываться с Византией, а если учитывая то, что... Где вообще гунны, я не понял? Гунны? Вы чё, с Византией не воюете, что ли? Вот, гадёныш, откупились, наверное. Короче, надо их как-то заставить. В союз с Ассанидами! Ё... Оборонить ты союз с Ассанидами чё, серьёзно, что ли? Чё с этой компанией не так, ребят? Я не понимаю. Они замирились, сука, с Ассанидами. Я в ахере просто. С кем же они воюют? Италия, Мавры, Франки, Алиманы, Вандаё моё. Короче говоря, понятно. Понятно. Короче, ребята, поехали, надо потихоньку потом щит на ворот от Сальграда прибить, однозначно. Совсем, это совсем, блин, не по канону, твою мазь. Ну ладно, ребят, всем спасибо за просмотр, всем пока, до скорых встреч, увидимся в ближайшее время, оставайтесь на нашем канале, пока-пока.